Артемий. В одной из ваших прошлых передач видел анимированный клип группы C-File. Мне он очень запомнился. В связи с этим вопрос, есть ли что-то новое у этой группы. Спасибо, Андрей Вересов. C-File — это группа московская, играют музыку в стиле, не знаю, industrial, электроника. В общем, такая зубодробительная музыка тяжелого содержания и с глубоким посылом. Что у этой группы есть нового, я не знаю. Существует она достаточно давно. Жива эта группа до сих пор. Может быть, вас заинтересует, Андрей Вересов, то, что группа эта сама не только исполняет музыкальное произведение, но и снимает анимационные видеоклипы. Вот один из них, вы сейчас увидите, он называется «Дети бетона». Все мы малые, дети, сырого бетона, приемные и родные. Стоим на перуне в городе Ян, где все по сути чужие. Волки мурят, и цырый потворотен. Все враждения взглядом больные. Тем, что пылью осваивается наполнен. Тем, что свечно холодные ослы. Наша жизнь, как по свалке дорога. Все проходит меж кучей отходов. Мы привыкли за каждым порогом узнавать о новых невзгодах. Только лучи проходят мимо. Рано тушьем укрытая сирость. Стряда в туши, светлеси дыма. Не желают заметить велось. Само в сердце хранят на их пылье. Стреля тысяч бегущих ног. Так, так тоже давно остыли. Не завязали снежинку и пух. Стреля тысяч бегущих ног. Муравейница, тихо, успокоимся. Наконец я вздохну с облегчением. Для чего мы вверху не покоимся? И металлы считаем спасением. Что несет это время целое? Для чего мы ему преклоняемся? При попытке познать что-то новое. Мы во мраке вселенной теряем все. Только лучи проходят мимо. Рано тушьем укрытая сирость. Стряда в туши, светлеси дыма. Не желают заметить велось. Само в сердце хранят на их пылье. Стреля тысяч бегущих ног. Так, так тоже давно остыли. Замерзает снежинка и пух. Замерзает снежинка и пух. Стреля тысяч бегущих ног. Замерзает снежинка и пух. Московский коллектив C-File. Как мне объяснил редактор программы Наташа Туйманова, C-файл — это сокращение от cracked file, то есть взломанный файл. Именно так называется группа, анимационный клип которой дети Бетона вы только что увидели. И, кстати говоря, в этом самом C-файле участвует некая московская барышня по кличке Фрида. И, как ни странно, именно Фриде посвящено следующее письмо. Артемий, вы человек начитанный. Подозреваю, что следите за стоящими книжными новинками. Сейчас всех потряс новый роман. Но насчет потряс — это Сергей. На вашей совести надеюсь, что это действительно Сергей, а не Анна, как на самом деле зовут автора романа. Потряс новый роман ранее неизвестного автора, но крайне известного персонажа в современном андерграунде Фриды. Ее книга «Девушка со шрамом. История неправильного человека» всколыхнула все думающее общество в нашей стране. Ну, вы даете, Сергей. Читали ли вы его? Что думаете об этом? И нравится ли вам женщины-фрики? Наверное, я чуть позже скажу о том, что думаю об этом романе. И сейчас скажу о том, что я думаю о девушках-фриках. До сих пор я видел для себя две разновидности фриков. Прочтя роман Фрида, я прибавил к ним еще одну разновидность. Первая разновидность фриков — это люди с определенными психическими или же ментальными отклонениями, которые делают этих людей чем-то таким, что обычно называют или деревенскими дурачками, или городскими сумасшедшими. Вторая разновидность фриков — это люди чудаковатости, эксцентричность которых является как бы побочным продуктом их замечательных способностей. Это самые интересные фрики, я их очень люблю, к их творчеству всегда относился с пристальным интересом и огромным уважением. И, наконец, третья разновидность фриков, или я бы сказал, таких псевдо-фриков, недофриков — это как раз те люди, которым, как я подозреваю, принадлежит Фрида. Это люди, которым очень хочется быть фриками. К этим людям я тоже отношусь очень хорошо, потому что гораздо лучше притворяться фриками, чем притворяться, скажем, бандитами, или фсбшниками, или какими-то крутыми карьеристами, олигархами и прочими позорнейшими членами общества. Фрики, я считаю, гораздо более почетные люди, чем все только что мною перечисленные. С другой стороны, есть в этом и некоторая фальшь, да, такой фейк, как сейчас любят говорить. Но несомненное достоинство Фриды я вижу в том, что она как бы открыла, спозиционировала себя и застолбила некую сферу вот этой самой фрикованности, где она, в общем-то, может стать достаточным авторитетом. То есть имеется, скажем, такой тоже, не скажу писатель, но автор Оксана Робски, да, вот эта самая Оксана Робски, девушка, которая вообще не владеет литературным русским языком и категорически не умеет писать. Тем не менее, стала выпускать романы и продавать их в больших количествах романы, скажем так, на удачно открытую ею тему. Вот также открыла тему девушек-фриков девушка Фрида, ну и молодец, что это сделала. Теперь мы посмотрим видеозапись настоящей девушки Фрика, точнее, дамы Фрика. Скорее всего, вы о ней ничего не знаете. Ее зовут Вера Сажина, она прекрасная художница, довольно причудливая, а также очень причудливая певица и причудливым образом аккомпанирует себе на аккордеоне, иногда на балалайке. Вышло у нее уже два альбома, и послушайте, посмотрите, вот что такое настоящая женщина-фрик. Это относится и к автору письма Сергея. Ветер свистит Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok